Девушки отдыхают Александр Иванович Соловьев. Родился 19 августа 1952 года в поселке Сулат Дагестанской АССР. Актер театра и кино. Родители Саши были выходцами из московских семей и мать и отец занимались преподавательской деятельностью. Мальчик рос добрым, любил театр и цирк. Он умел сделать так, чтобы дети, играющие с ним, не грустили. Говорил, что когда вырастет, то станет клоуном, как Олег Попов. После окончания школы Соловьев отправляется в Москву, чтобы подать документы в ГИТИС. На вступительных экзаменах он просто влюбляет публику в себя своей непосредственностью и артистичностью. Под свое руководство будущего актера берет Андрей Гончаров. Во время учебы Саша успевает сдружиться со своими одногруппниками Игорем Костолевским и Александром Фатюшиным. На третьем курсе Саша влюбляется в первокурсницу Люду Радченко, ставшую впоследствии его первой женой и матерью его первого сына. За свою карьеру актер снялся в 43 фильмах и мини-сериалах. Дебют состоялся в 1970 году в фильме «Город первой любви». В 1973 году после окончания вуза по рекомендации наставника попадает в Московский академический театр имени Маяковского. Дебютирует в спектакле «Характеры», поставленном по мотивам произведений Василия Шукшина. В этом спектакле Александр Соловьев исполняет сразу три роли. Однако в этом театре уже есть свои выдающиеся актеры – Евгений Леонов, Александр Лазарев, Армен Джигарханян, Татьяна Доронина. Поэтому Соловьеву достаются только второстепенные роли. В 1974 году Соловьев переходит в Российский академический молодежный театр, тогда еще Центральный детский театр, где ему предлагают место ведущего актера. В этом заведении он и проработал почти 11 лет, периодически снимаясь в кино, пока его не попросили уйти после очередной выходки, вызванной вспыльчивым и задиристым характером актера. Впоследствии значимая роль в кино досталась актеру позже – это был фильм по данным уголовного розыска, снятый Валерием Михайловским. В этой ленте Соловьеву довелось исполнить одну из главных ролей. После госпиталя я просил, чтобы меня направили в прежнюю часть, а не в милицию. А вас что, в детстве пугали милиционерам? Да нет, почему же. У меня папа юрист. Я сам студент юридического. Ну вот потому вас и направили в милицию. Юрист. Чемпион факультета по борьбе джилл-жиз. В том же году вышел фильм «Дамы приглашают кавалеров». На этот раз Александру досталась эпизодическая роль. В 1981 году актер снялся в фильме «Адам женится на Еве» Виктора Титова и картине «На гранатовых островах». Два года спустя Соловьев исполнил свою самую известную роль, снявшись в приключенческом фильме Александра Павловского «Зеленый фургон». За этим фильмом следует лента более серьезного характера, снятая Сергеем Бондарчуком. Это Борис Годунов. 1986 год. В 1991 году Александр Соловьев решает попробовать себя в амплуа режиссера. На это его вдохновляет Ирина Печерникова. Свою ленту он называет «По таганки ходят танки» и начинает съемки в первые дни августа. Я себя спасти не могу, свою душу, свою маленькую душу. Я ничего не помню, как же я могу спасти еще кого-то. Мою душу спасу я. А ты и есть дьявол. Актер был трижды женат. Первый раз он женился, еще будучи студентом. Его избранницей стала Людмила Радченко. Весь вкус за глаза называл их «Наши Ромео и Джульетта». А друг и одногруппник Игорь Костолевский подарил паре книгу о семейной жизни. В 1972 году у пары родился сын, которого было решено назвать «В честь отца». Александр-младший пошел по стопам родителей и тоже стал актером и режиссером. К 1975 году актер успел расстаться с Радченко, чтобы жениться на своей коллеге по Центральному детскому театру Людмиле Гниловой. Ее внимание Соловьева добивался два года, заваливая актрису букетами цветов. В 1979 году у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Второй сын Соловьева тоже стал актером. После ухода из Центрального детского театра Александр серьезно пристрастился к алкоголю. Вовремя опомнившись, Соловьев решает лечиться. Старые друзья помогают ему выйти на лучших наркологов, но никаких результатов. Изменения начались много позже. Соловьев тогда лечился в одном из санаториев Феодосии. Туда же попала актриса Ирина Печерникова, с которой Александр когда-то был знаком. Ирина тоже лечилась от алкоголизма. Между актерами завязывается роман. Соловьев уходит от Гниловой к Ирине. В 1997 году они сыграли свадьбу. Но прожить вместе им было суждено только два с половиной года. Ночью 25 декабря в 68-е отделение милиции поступил звонок от неизвестного, сообщившего о мужчине, который уже несколько суток неподвижно лежит на цветочной клумбе. Приехав по адресу оперу полномоченной, с помощником забирают этого мужчину. Им оказался актер и режиссер Александр Соловьев. Он пролежал в коме неделю, а 1 января 2000 года скончался. Причина смерти – кровоизвлияние в мозг. Урна с прахом Соловьева покоится в 58-й секции закрытого колумбария на Ваганьковском кладбище. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ